Развитие транспортной инфраструктуры округа стало одной из ключевых тем ежегодного отчета главы муниципалитета. В числе наиболее важных Андрей Иванов назвал проекты реконструкции и строительства новых платформ. Одинцова, Баковка, Сколково преобразились в рамках подготовки к открытию МЦД. Строительство и открытие диаметров дало импульсы к развитию территорий прилегающих станций. Рядом с платформами мы провели благоустройство, создали новые парковочные места, сделали пешеходные переходы и сделали новое освещение. Теперь это современные благоустроенные пространства. Отдельно руководитель муниципалитета остановился на строительстве северного обхода в Новой Трёхгорке. Пути провода у платформы Жаворнки и разворотные эстакады на 25-м километре Минского шоссе. Все эти проекты уже реализованы в округе. Мы начнем реконструкцию улицы Чистяковой в Трёхгорке. Да, мы сделали съезд на северный обход, но теперь не менее важно вывезти машины с частного сектора, которые каждый день в большом количестве едут по 2-й советской улице. В округе идет борьба с пробками. На портале Добродел жители выбрали три проблемных точки. Работа на них уже проделана. Например, в Одинцове созданы дополнительные полосы для левого поворота с улицы Говорова и Красногорского шоссе на Можайку. И теперь всем автомобилистам, всем жителям, которые пользуются автотранспортом, требуется меньше времени для проезда перекрестков в сторону Москвы. Говоря о системе общественного транспорта, Андрей Робертович отметил, что за последние месяцы удалось сократить число жалоб от жителей в 10 раз. Кроме того, разгрузили многие маршруты. Автопарк пополнился на 60 новых автобусов. Перейду к ремонту муниципальных дорог. В прошлом году мы отремонтировали 18 километров дорог на 20 участков. Всего же за последние пять лет почти 130 километров дорог. На этот год мы планируем привести в порядок еще 50 километров дорожного полотна. Это, поверьте, рекордный объект. В следующем году планируется строительство подъезда к 9 микрорайону Одинцова от улицы Сосновой. На данном этапе проект готов и проходит экспертизу. Екатерина Крамар, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.